Девушки отдыхают И заодно заглянем в ближайшее будущее Начнем по возрастанию накала страстей Волейбольный клуб «Приморочка», наверное, как никто другой, провел этот год довольно спокойно Без громких скандалов и сенсаций Единственной реально значимой переменой стала смена главного тренера Еще в январе руководство расторгло контракт с наставником Виктором Коноваловым На смену которому пришел Александр Стаценко С 2009 по 2014 год он уже работал в структуре клуба тренером по пляжному волейболу мужской команды Поэтому влился в коллектив довольно быстро Во-первых, надо поднять физику конкретно Немножко будет внимания, немножко не хватает Вот я игру с «Соколином» посмотрел Мне понравилось Начинают, начинают, а потом начинают немножко сбываться Потому что не хватает кондиции Ну, мне так показалось Давайте не будем далеко забегать Начало посмотрим, что у нас получится сейчас И потом уже будем думать о том, что будет потом Правда, нулевой опыт в женском спорте стал сказываться с первых же игр Одно за другим сухие поражения со счетом 0-3 вели команду на дно турнирной таблицы Проигрывали причем всем, от лидеров до аутсайдеров Завершить сезон 2015-2016 приморским девушкам предстояло в домашнем матче с Сахалином Куда, кстати, и перешли практически весь тренерский штаб и сильнейшие волейболистки-приморочки Первая встреча закончилась со счетом 3-1 в пользу сахалинцев Но, видимо, разница в опыте сказалась И островитяне во второй встрече больше не позволяли нашим спортсменкам разгоняться В итоге уверенные 3-0 в пользу гостей и торжественное закрытие сезона На котором обидное зрелище Волейболисткам Сахалина на нашей площадке вручают золотые медали и кубок победителей высшей лиги А В то время как приморочка уходит с поля с одним из худших показателей за всю историю клуба Две победы из 28 игр В перерыве летом команда немного обновляется в игровом составе Возвращается пара бывших волейболисток приморочки, появляются новые девушки В сентябре свежий клуб прошел проверку Кубкам Сибири и Дальнего Востока До этого наивысшим достижением приморцев были бронзовые награды турнира В этот раз приморочка разгромила почти всех своих соперников И была в шаге от первого места, но в финале уступила Серебро довольно престижных соревнований стало этакой новой страницей в истории клуба Что касается общих итогов Кубка Сибири и Дальнего Востока Задачу мы выполнили и даже перевыполнили Проверили команду и турнир показал, что команда дееспособная И будет биться за самые высокие места в чемпионате Хороший коллектив, все поддерживают друг друга, выходят с хорошим настроем А по финальной игре скажу, что Енисей нас попросту переиграл Команда сильнее, а у нас после пяти партий с Сахалином сил уже не было Новый сезон начали с хороших результатов Теперь уже и сама приморочка стала обыгрывать соперников в сухую И сегодня к зимнему перерыву наши волейболистки занимают вторую строчку высшей лиги А За 10 игр команда успела набрать 23 очка Баскетболисты Спартака Приморья тоже провели год довольно удачно Начался 2016 для приморцев с небольшими изменениями в составе В первой половине года, иначе говоря, во второй части сезона 2015-2016 Красно-белые играли с переменным успехом То серия побед, то серия поражений Прыжки по турнирной таблице в каком-то смысле шли на руку нашей команде Приморцы претендовали на серию плей-офф, однако боялись начинать ее с Сахалином С сильнейшим соперником, да и в целом лидером чемпионата Но, видимо, от судьбы не убежишь Спартак в марте попадает на восьмую строчку и готовится к бою с австровитянами Увы, но испытания лидерам не прошли Да и в целом под конец сезона заиграли не в лучшем ключе Что в итоге и привело Владивостокскую команду на шестую строчку Суперлиги Летом команду настигло то, что настигает практически все приморские клубы как проклятие Смена главного тренера Операция обычная, однако приход и уход наставника едва ли не каждые полгода Ситуация ненормальная Летом красно-белых покинул Евгений Кисурин, который вроде и был бы рад работать дальше Однако в руководстве клуба так не думали Вместе с парой новых игроков в скором времени в Спартак пришел и новый наставник Им стал балканский специалист Милош Павичевич Послужной список Милоша стал пикантной темой для обсуждения фанатами Ибо работа помощником в малоизвестных клубах явно не внушала доверия Для меня приглашение в Спартак Приморье на должность главного тренера определенный вызов Это клуб с большими традициями И я хочу оправдать доверие руководства, показать определенный результат Я считаю, что в Суперлиге перед такой командой, как Спартак Приморье Должны всегда стоять самые высокие цели После сборов команда стартовала в Кубке Сибири и Дальнего Востока Там Спартак отыграл довольно хорошие матчи, однако остался на обидном четвертом месте Уже в октябре стартовал основной сезон Проверить нового наставника и свежий состав пришлось в нелегкой стартовой игре все с тем же Сахалином Приморцы дальневосточным соседям уступили И болельщикам уже стало казаться, что все кончится, не успев и начаться Однако дальше красно-белые показывают несколько удивительных игр Порой с трехзначными цифрами на табло К ноябрю Спартак Приморье стал самой результативной командой в Суперлиге Набирая в среднем за игру 89 очков К концу года Владивостокский клуб подошел с пятой строчкой и 20 очками Ближе к декабрю приморцы также стартовали в Кубке России, а именно с одной восьмой Соперником стал Иркут, который наши баскетболисты уверенно обыграли И вышли в одну четвертую турнира, из которой попробуют пройти дальше уже в феврале А вот в хоккее у нас последние пару лет не наблюдаются тенденции смены тренеров Или прыжки по турнирной таблице Все стабильно Начинался год у моряков с закрытия основной части сезона После которой уже в феврале команда вступила в бой за Кубок Гагарина В соперники в первом раунде попались новосибирцы Начали приморцы плохо, два тяжелых поражения на выезде Уже дома болельщики надеялись на камбэк Адмирала Однако и тут наша команда смогла выиграть лишь один матч После которого Сибирь все-таки окончательно заполучила свой билет во второй раунд Если вообще взять всю серию, первое, что нам не хватило, это, конечно, голов Голов особенно забить первыми Потому что все знают, что Сибирь славится, да? Забить гол Отстоять Это у нас не получилось Еще раз Сибирь с победой Результат команды все же, кажется, порадовал руководство Ибо Андреевский остался в роли главного тренера Однако во время перерыва перемены в клубе все-таки происходят В апреле, например, лейбл Адмирал перестал быть причастным только к хоккею Генеральный директор команды официально представил новый, теперь уже спортивный клуб под таким названием Теперь под морским именем будут развиваться и другие зимние виды спорта Вроде шорт-трека, фигурного катания и керлинга Стать президентом такого детища выпала честь не кому-то, а самому Сергею Гимаеву, заслуженному тренеру России Вскоре знаменитый на всю Россию талисман моряков «Кошка-матроска умирает» Ей ставят памятник, о ней гремят все средства массовой информации Однако душесчипательная история не особо влияет на команду И она, приобретая новых игроков, вроде внука Владислава Третьяка И теряя бомбардиров, вроде Константина Макарова, готовится к предстоящему сезону Начинают его не с той ноги Два поражения подряд по булитам, которые в дальнейшем стали проклятием моряков Так как почти всегда выходили в пользу соперников Однако дальше по ходу сезона «Адмирал» раскачался И к концу первой половины команда красовалась уже в восьмерке сильнейших Однако висеть на краю зоны плей-офф не повод для гордости А тут вдобавок в последнем домашнем матче в уходящем году приморцы проиграли Обидно уступили в дерби Хабаровскому Амуру Поэтому Новый год для моряков станет игрой на выживание Очень жаль, что мы не смогли порадовать наших болельщиков победой сегодня перед Новым годом У нас была крайняя игра перед Новым годом Очень жаль Но нам нужна их поддержка в следующих играх Ситуация у нас непростая Но мы, как говорится, сами загнали себя в эту ситуацию Поэтому кроме нас никто ее и не выправит Ну и наконец, в кавычках, главный герой 2016 года Футбольный клуб «Луч Энергия» Нашумевшие на всю Россию забастовки, финансовые проблемы И популярнейший в Приморье ролик манекен-челленджа Все это было именно в нашем футболе Но давайте по порядку Прошлый сезон, который «Тигры» доигрывали в начале этого года Был одним из худших в истории команды Исправлять этот показатель пытались почему-то практически полной сменой состава Желто-синий, к слову, как никто другие, обновлялись в 2016-м Едва ли не каждый месяц Приобретенная весной этого года дюжина игроков Покинула клуб буквально через пару туров С улыбками на лицах и серьезным настроем на игру Ребята не понимали, на что подписывались В итоге, уходя, откровенно заявляли, что главная причина – долги по зарплате Сезон 2015-2016 годов закончили приморцы на 15-м месте Нужно было вновь что-то исправлять И в июле этого года пришла новая дюжина футболистов Они также не ожидали такого положения дел Пара недель тренировок, несколько матчей стартовавшего сезона И колесо Сансары дало оборот Деньги опять не платят Вдобавок исполнительного директора Александра Голубщикова Отстраняют на полгода от футбольной деятельности За подделку документов Затем футболистов уже элементарно стали выгонять С их съемного жилья на кампусе ДВФУ Детская школа «Луча» также попала под скандальную волну Юным игрокам обрубили все пути заниматься в своей любимой секции Вот так по кусочкам клуб, казалось, мог развалиться полностью Помимо того, что у команды такие проблемы Спортскола загибается вообще полностью Тренера не вышли Клуб, все работники клуба сегодня не вышли на работу, насколько мне известно Ну, команда решила, что не будет выходить тренировца До того момента, пока нам не выплатят все задолженности Сарпаты и премиальные И не, скажем так, станут отвечать за свои слова К новому сезону позитива добавили новая форма игроков Победа в первом же матче над Мордовией Бывшим участником премьер-лиги И долгожданная помощь от властей края В период с сентября по декабрь, невзирая на финансовые передряги «Луч» действительно заиграл Интересно то, что выкарабкиваться со дна турнирной таблицы Команда стала тогда, когда лишилась главного тренера Сергея Передни На замену травмированному наставнику тогда пришел опытный старший тренер Константин Емельянов И вскоре многие СМИ отметили, что такая рокировка пошла желто-синим на пользу Приморцы за несколько матчей выходят на девятую строчку чемпионата Безусловно, сначала, после того, как у нас была собрана команда Многие говорили, что это команда второй лиги Что мы опустимся вниз с этим подбором игроков Что они некачественные и так далее Но мы видим, что в итоге мы сегодня на девятом месте Ребята, наверное, все-таки закусились Как-то проявили свои какие-то качества, характер В итоге мы сегодня пришли к девятому месту А могли быть и выше К концу ноября возвращается передня Доведя команду до зимнего перерыва, он покидает ее уже надолго Руководство не решилось продлевать с ним контракт Спасибо городу Владивосток, мне здесь очень комфортно И приятно было работать Я оставил здесь частичку сердца, однозначно Значит, трудовую я забрал Соответственно, все вопросы, это руководство Теперь в зимний перерыв у Луч энергии сразу несколько задач Подготовиться к продолжению чемпионата Определиться с игровым и тренерским составом И, наконец, просто выжить в этой буре финансовых проблем С вами был Максим Яковлев и программа «Вокруг спорта на восьмом» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова